Доброе утро! Как у вас дела? Надеюсь, что даже если вы пришли разочарованными или расстроенными, то вы уйдете радостными и наполненными благодаря Божьему присутствию. Я хочу кое-что напомнить, прежде чем мы перейдем к Слову, что в любом месте, в котором присутствует Ишуа, любые вещи, которые происходили в Его присутствии физическом, могут все еще происходить. Слепые глаза могут открываться. Если у вас есть болезнь в теле, она может быть исцелена. Если в душе горечь или печаль, вы можете быть ободрены радостью Господа. Если у вас есть грех в жизни, вы можете быть прощены. Любая нужда, духовная, душевная или физическая, может быть отвечена благодаря присутствию Ишуа. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты послал Своего единственного Сына, Ишуа нашего Мессию, нашего Спасителя, нашего Господа, нашего Целителя, нашего Искупителя, нашего Царя Царей, нашего Господа Господ, нашего Обеспечителя, того, кто идет впереди нас, того, кто защищает нас, того, кто любит нас больше всего, того, кто любит нас больше всех. Спасибо Тебе, Отец, сегодня. Мы принимаем Духа Святого, чтобы Он наполнил нас. И как Ишуа сказал, что Дух Святой напомнит нам обо всем. Мы принимаем Твое помазание и благодарим за Твою благость. Во имя, которое превыше всякого имени. Во имя Ишуа мы молимся. Амин. Несколько лет назад я был здесь, в Одессе. И это было, когда еще Валентина и Татьяна жили на Дерибасовской. И в то время у меня еще были волосы на голове. В то время я жил в Дании. Я покрасил волосы. И был таким блондином. И Валентин знал, что мне понравилось красить волосы. И Валентин мне сказал, Джон, когда мы приедем домой, у меня есть очень хорошая краска для Твоих волос. И он... И я спросил, а какого цвета? Он сказал, цвета Кока-Колы. Я сказал, хорошо, я попробую. Мы пошли к нему домой. Он краску развел, нанес на голову, потом обвернул полотенцем. И я сидел на кухне на стуле. И ждал назначенного времени, чтобы краска впиталась. И потом Валентин сказал, все, пора. Он снял полотенце. И по взгляду в его глазах я понял, что что-то произошло не так. Я не знал, что случилось, пока в зеркало не посмотрелся. И когда я посмотрел в зеркало, я... Потому что волосы были оранжевого цвета. И когда я говорю оранжевый, я имею в виду вот как цвет тех свечей. То есть это был такой яркий, оранжевый, насыщенный цвет. И я сказал, не, Валентина, это мне не подходит. Я сказал, надо срочно поменять. Мы нашли место через дорогу. И я сказал, Валентин, убедись, что они поняли, что мне нужен каштановый цвет. Я не хочу черный. Когда мы нанесем новую краску, это должна быть коричневая или каштановая краска. И Валентин сказал женщине, которая наносила мне краску, я попросил Валентин, скажи ей снова. Он сказал и повторил ей. Я потом снова настоялся, повтори еще раз. Он опять повторил. Нанесли краску. Потом полотенце. Когда сняли полотенце, цвет волос был темно-черный. И так и осталось. Пока все цвета не выцвели, я смог снова нормально покрасить голову. Может быть, это вас касается. Особенно, если вас красили не в тот цвет. Или же у вас был опыт жизненный. Когда вы говорили, что так не пойдет. Мне нужно что-то новое. Мне нужен новый день. Мне нужно, чтобы что-то новое произошло в жизни. И вы доверяете Господу, чтобы он изменился. Каждый из нас проходит жизнь и имеет определенный опыт. И иногда мы говорим, что я бы хотел, чтобы был другой цвет. И другой запах. Я мечтаю, чтобы вещи и обстоятельства не были такими сложными. Я бы не хотел, чтобы было столько неопределенностей. Но, тем не менее, мы доверяем Господу в новом дне. Чтобы Он изменил что-то. И это может произойти в первую очередь внутри нас. Но также и снаружи, вокруг нас. Эта перемена может зависеть от наших внутренних каких-то действий. или эта перемена не зависит вообще от нас. Но мы знаем, что означает ожидать чего-то нового, надеяться на что-то новое. Мы видим это много раз в Божьем Слове. И в Первом Завете. И в Новом Завете. Откройте, пожалуйста, Евреям 11 главу. Я хочу прочитать один стих. А потом мы перейдем к книге Бытие. Евреям 11 глава, 21 стих. Там говорится, что благодаря доверию Богу Яков, умирая, благословил каждого из сыновей Йосефа. И при этом поклонился в молитве, опираясь на свой посох. Мы видим, как в конце своей жизни Яков высвобождает благословение на своих внуков. Но были дни в жизни Якова, когда он проходил определенные процессы жизненные, как мы с вами сегодня. Мы ожидаем Бога. Мы зависим от Господа. И мы проходим определенные обстоятельства с неуверенностью. Или есть какой-то страх. Или мы понимаем, что мы ничего не можем сделать, поэтому мы просим Господа, чтобы Он вошел в эти обстоятельства и изменил их. И жизнь Якова, она также жива сегодня. То есть, ее пример, он жив сегодня. Бытие 32 глава. С 24 стиха до конца главы. И взял их и перевел через поток и перевел то, что у него. И остался Яков один. И боролся человек с ним до восхода зари. И увидел, что не отдаливает его, и коснулся сустава бедра его, и вывихнулся сустав бедра Якова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но он сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал тот ему, «Как имя твое?» Он сказал, «Яков». И сказал, «Не Яков, отныне имя тебе будет, а Исраэль, ибо ты боролся с ангелом и с людьми, и победил». И спросил Яков, сказав, «Скажи же мне имя твое». И он сказал, «Зачем спрашиваешь об имени моем?» Ибо оно дивно. И благословил он его там. И нарек Яков имя тому месту Пенуэл. Ибо ангела видел лицом к лицу, и жизнь моя спасена. И засияло ему солнце, когда он проходил Пенуэл, а он хромал на бедро свое. Поэтому не едят сыны Исраэль высухой жилы, которые суставы бедра до нынешнего дня, потому что коснулся тот суставы бедра Якова. Аллилуйя. Когда мы читаем Слово Божье, очень важно, что мы находим себя в этом Слове. Каждый из нас может найти себя и свое место в этой истории Якова. И мы знаем, это важно, потому что, когда мы смотрим Писание, мы видим, как Новый Завет, он сокрыт вот в Танахе или же в Первом Завете. И мы понимаем, что Новый Завет, он также открывается через Первый Завет. то есть есть что-то в жизни Якова, что дает нам понимание или большее понимание того, как ходить нам в Новом Завете. Если вы помните историю Якова, то с самого его рождения до его смерти он стремился к тому, чтобы познать Бога. И даже при рождении он потянулся и схватил за пятку своего брата Исава. И возможно, мы понимаем, что он пытался выйти первым. потому что Бог, который сотворил Якова, он сотворил в нем что-то, что выражалось через всю его жизнь потом. Яков, он имел желание быть победителем. И даже когда он рождался, он сказал, что я хочу выйти первым. Если пропустить как бы несколько дней его жизни, заглянуть вперед, вы помните ситуацию, когда уже они были взрослые братья, и когда Исав пришел голодный с поля. И Яков приготовил похлебку. И Яков предложил обменять первородство Исава на пищу. И из-за этого Исав очень расстроился, очень разочаровался в Якове. Ушел, не сказав ничего. И ситуация этой главы, которую мы читаем, заключается в том, что Лаван, он бежит за Якова. А брат Якова Исав, он слышит, что Яков возвращается и идет к нему навстречу. То есть Яков находится посередине между отношениями, которые нарушены. Одни впереди его ждут, а другие позади. Он бежит от страха к страху. И ему нужна помощь от Господа. Чувствовали ли вы себя когда-то, что вы бежите от одного места, где страшно, в другое место, где страшно. И вам действительно нужна помощь от Господа. Но мы можем извлечь надежду из жизни Якова. И вот что происходит, когда Бог находит эту идеальную возможность прикоснуться к жизни Якова. Мы видим, что Яков остался один. И когда уже день подходил к концу, когда начинался день, у него была эта борьба. И он понял, что он борется с самим Господом. И вы не задумывались никогда над таким вопросом, если Яков боролся с Господом, как он одержал победу? Как получается, что Яков был сильнее Господа? Потому что мы только что ведь прочитали это. Тот, кто боролся с Яковом, сказал, отпусти меня. А Яков сказал, не отпущу. Не отпущу, пока не благословишь меня. я верю, что Господь хочет, чтобы мы были, как Яков. Чтобы мы говорили Господу, я никогда не отпущу тебя, пока не благословишь меня всем, кем ты являешься. Чтобы я стал всем, кем ты есть. И я верю, что Господь вложил это в Якова от его рождения и до конца его жизни. И Бог даже хочет, чтобы мы были благословлены им больше, чем мы сами этого хотим. И очень часто мы считаем, что все зависит от нас. Истина же заключается в том, что все зависит только от Господа. И когда мы сдаемся живому Богу. Что-то происходит в нашей жизни, то, что может произойти только тогда, когда мы полностью отдаемся Господу. И Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И это реальность, в которой Господь хочет, чтобы мы ходили. Так же, как Яков боролся перед наступлением нового дня, Господь тоже и нам хочет дать этот новый день или восход нового дня. Поэтому я хочу сегодня провозгласить для вас в ваших обстоятельствах сегодня над той реальностью, в которой вы живете, что это восход нового дня в Господе. Мы не должны бояться прошлого. Вы не должны бояться будущего. Потому что, когда вы наедине с Господом, Его благословение придет к вам. Он вложил это в ваши сердца. Так же, как в сердце Якова. Чтобы приобрести Его благословение. Еще кое-что случилось, когда Яков находился наедине с Господом. Писание говорит, что в этот день, когда Он боролся с Господом, когда восходил новый день, что Господь коснулся к суставу его бедра, к сухожилию. И Писание говорит, что когда Яков вернулся к своей семье, они заметили, что Он идет по-другому. Теперь Он хромал. Господь хочет дать каждому из нас новое хождение. Очень часто мы считаем, что мы должны быть сильными. Очень часто мы считаем, что мы должны выглядеть идеально, действовать идеально, быть идеальными и доказывать что-то о себе. Но знаете, чего Бог желает? Господь хочет, чтобы мы сдавались Ему и позволяли Ему касаться нас в наших слабостях. Я хочу вам сказать сегодня, вы не должны быть идеальными, потому что совершенен только Господь. Все, что вам нужно сделать, это сдаться Господу в ваших слабостях. Апостол Павел говорит, что когда я слаб, он становится сильным во мне. Что когда я чувствую, что я низко, он может поднять меня. Я не говорю, что мы должны оправдываться, когда мы поступаем неправильно. Мы не должны делать зло для того, чтобы проявилось добро. Но когда мы совершаем ошибку, когда мы грешим, когда мы слабы, Господь становится сильным в нас. И тот же самый Бог, который встретился с Яковом, встречается с нами сегодня и дает нам возможность. Особенно в тех моментах, когда мы чувствуем себя наиболее уязвимыми, как, например, с болезнью. Мы можем делать только то, на что есть силы. Но мы не можем сами исцелить себя. Только Бог может это сделать. Как проблема, которая постоянно всплывает в нашей жизни. И мы иногда говорим, Боже, если Ты сделаешь вот это, то я больше не буду так поступать. Говорили ли Вы такое Богу когда-либо? Боже, если Ты меня вот так-то благословишь, то больше я не буду поступать вот так. Бог Вас благословляет. А Вы снова продолжаете делать то, что Вы обещали не делать. И снова поступаете так. Потом приходит враг и говорит, Бог тебя не любит. Ты недостаточно хорош. Ты, у Тебя никогда не получится. А кем Ты себе возомнил? Ты не заслуживаешь просить у Бога ничего больше. И мы начинаем соглашаться с врагом. И мы чувствуем себя самым худшим человеком, когда-либо жившим на земле. Так же, как Ишуа сказал той женщине, которая взята была в предлюбодеянии, Он говорит нам сегодня, где Твои обвинители? И я Тебя не обвиняю. Встань. Дайся. Встань. Встань. Иди. И больше не греши. Потому что Он любит нас. Потому что Он хочет, чтобы мы по-новому ходили с Ним. Если вы думаете, что вы заслужите Его любовь тем, что будете улучшать себя, то у вас совершенно неправильное мышление. Потому что Он не пришел для тех, кто могут сами улучшать себя. Он пришел для тех, кто на сто процентов зависим от Его благодати. И от Его милости. От Его любви. От Его надежды. Вы никогда не спасете себя. Но так же, как Он сделал с Яковом, Он сделает и с вами. Так же, как Он возлюбил Якова, Он любит вас. Он пришел, чтобы встречаться с нами каждый день. Там, где мы находимся. У Якова был новый день. У него было новое хождение. И в итоге Писание говорит, что произошла такая ситуация, что даже Бог изменил имя Якова. Потому что, так как Он встретился с Господом, Господь сказал Якову, ты больше не называешься Яков, теперь твое имя – Исраиль. Теперь твое имя изменяется. Потому что в новом дне что происходит, когда мы идем по-новому с Господом? То, что внутри нас, оно начинает проявляться наружу. И люди начинают говорить, так это же совершенно другой человек. Это не то, что происходит, когда мы только уверовали в Господа. Это происходит постоянно. Всякий раз мы доверяем Богу. И то спасение, которое внутри нас, оно выражается наружу. И люди начинают это видеть. Люди начинают видеть, что Бог нас изменил по-настоящему. Мы сами это замечаем, что на самом деле Господь изменил нас. Мы начинаем верить, что наш Бог сделает нас совершенными. И именно это произошло с Яковом. Потому что, выходя из того места уединения с Господом, начался новый день. И у него было новое хождение с Господом. И теперь его стали называть по-другому. Те, кто были вокруг него. И когда вы вспоминаете дальше продолжение истории, когда Исаф пришел к нему на встречу, Господь пошел впереди него. И самый большой страх Якова изменился в одно мгновение. Потому что Исаф бросился ему на шею. И они рыдали. И произошло восстановление отношений. Это то, что приготовлено для нас с вами. Новый день, новое хождение и новое имя. Давайте попросим Духа Святого. Спросим у Духа Святого, что Он говорит каждому из нас. Там, где вы находитесь. Скажите, Дух Святой, что ты говоришь мне сейчас? Господь, мы хотим поблагодарить Тебя за Новый день. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты не только дал нам Новый день, что Ты также преобразовываешь нас постоянно. Так же, как Яков. Даешь нам новое хождение. Начните благодарить Его за Его преобразующую силу. Через несколько мгновений мы будем вместе участвовать в Божьем вечере. Это как пребывать наедине с Господом. Где происходит исцеление для тела. Исцеление души. Восстановление разрушенных отношений. Мы благодарны Тебе, Господи, сегодня за исцеляющую силу жизни Мессии. Мы не будем просто пить немного сока и есть хлеба. Мы будем принимать жизнь Мессии, которая изменяет нас. Спасибо, Отец. Когда Яков получил новое имя, Израиль, это повлияло на целый народ. Спасибо, Отец, что через Твой народ ты можешь оказать влияние на весь народ. Спасибо, Отец, что когда мы доверяемся Тебе, сдаемся Тебе, целый народ может измениться. Господь, когда мы взываем к Тебе, когда мы взываем Тебе об Израиле, когда мы взываем К Тебе об Украине, когда мы взываем к Тебе о всех народах этой земли, когда дни будут проходить, Господь, Измени народы, Господь, земли через Твоих людей. Мы благодарны, что нет ничего невозможного с Тобой, Господи. И мы снова сдаемся Тебе сегодня. И благодарим. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok